ДТП в Бобруйске. Пострадал 7-летний ребенок. Двойное несчастье. В районе сгорел дом, где накануне были поминки. Кража на ферме. В Бобруйском районе пропали телята. Подозреваемый найден. Короткое замыкание или оставленная свеча. Вечером 6 августа в деревне Бирча Бобруйского района произошло ЧП. Сгорел дом, в котором накануне были поминки. О том, что стало причиной и каковы обстоятельства этого происшествия, разбирались вместе со спасателями. Взволнованные соседи и растерянные родственники. Спустя 12 часов местные жители не могут поверить в случившееся. Еще вчера поминали хозяина дома, а сегодня должны проводить его в последний путь. Но прощение снова откладывается. Все из-за пожара. Накануне вечером здесь бушевала стихия. Здесь присутствовала двоюродная сестра, которая проживает в Бобруйске. Вот. Ну, она стала подметать здесь этот самый двор. Подметать стала. И услышала взрыв в доме какой-то. Хлопок, взрыв. Ну, все. Начался пожар. В течение 15 минут загорелся дом. Загорелся покойник. Я забежала даже сюда. Я хотела, говорю, надо выносить покойника. Забежала сюда. А тут вообще кромежная тьма. По сообщению на номер спасателей на место выехало 4 пожарных расчета. По прибытии первого подразделения наблюдалось плотное задымление внутри дома. Происходило горение внутри жилой комнаты. Значит, нашими спасателями была проведена ликвидация данного пожара. И со слов соседей, это опять же подтвердилось в ходе разведки, внутри находился труп умершего накануне хозяина. Пока огнеборцы справлялись с поставленной задачей. Родственники выдвигали свои версии случившегося. За чего могло произойти, как думаете? Ну, я не знаю, может, это из-за проводки, может быть. Потому что я, когда его мыл, да, слышал запах какой-то. Я не обратил внимания. Может, из-за проводки, я не знаю. Сегодня специалисты не дают заключений. По факту проводится проверка. Без крыши над головой остались бобруйчане. В городе пожар произошел утром 7 августа. На улице Слободской горел жилой дом. ОЧП огнеборцам сообщила соседка. Тревожный звонок на номер 101 поступил около часа ночи. По прибытии на место спасателей горела кровля. Хозяева отсутствовали. В результате данного пожара огнем была повреждена обрешетка и кровля жилого дома. И в том числе от высокой температуры и огня был поврежден легковой автомобиль Рено. 2018 года выпуска, который находился во дворе данного дома. Причина устанавливается. За неделю это второй пожар в городе и районе. Всего же в этом году по линии МЧС произошло 79 ЧП. Жертва стихии. 6 августа в Могилеве утонула бобруйчанка. Со слов специалистов, место происшествия не было предназначено для купания. О ЧП стало известно вечером 6 августа. 31-летняя бобруйчанка отдыхала в зоне залива Днепра в Могилеве с мужчиной. Во время купания она в какой-то момент скрылась под водой и больше не появлялась. Женщину обнаружили водолазы. В этом году это шестой факт утопления бобруйчан на водоемах. Опасный перекресток в Бобруйске 5 августа на пересечении Георгиевского проспекта и улицы Володарского не поделили дорогу Вольво и Ситроен. Пострадал пассажир. Этот перекресток несколько недель подряд становится местом ЧП с серьезными последствиями. 15 июля под колесами БМВ оказалась пешеход. 24-го на перекрестке Мазда вылетела на разделительную полосу. 5 августа здесь не разъехались и на марки. Со слов сотрудников ГАИ в последнем ДТП. 33-летняя бобруйчанка на Вольво во время поворота налево на зеленый сигнал светофора не уступила Ситроену. Мужчина за рулем француза оказался заложником ситуации. Он не мог избежать столкновения. Досталось пассажиру. В авто находился 7-летний ребенок без удерживающего кресла. С ушибом головы и ссадинами он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. На этой неделе это 23-е происшествие на дороге. Основными причинами дорожного транспорта происшествия являются несоблюдение скоростного режима, несоблюдение бокового интервала, дистанции. Также водители часто отвлекаются на какие-то посторонние предметы, то есть где-то мобильный телефон, на какие-то разговоры, проявляют невнимательность в общем во время движения. Сотрудники ГАИ уже усилили контроль за участниками дорожного движения. Под пристальным наблюдением не только водители, но и техническое состояние транспортных средств. 7 по 17 августа в городе и республике проводится специальный комплекс мероприятий. Шесть преступлений, из них четыре раскрыто. В Бобруйском районе правоохранители задержали горе преступников. На этот раз они крали не окрашенное дистопливо или зерно, а животных и личное имущество знакомых. Так в деревне Химы после застолья мужчина в своем доме не обнаружил гостью, а вместе с ней пропали избережения. 4 августа в милицию обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его дом проник незнакомец и похитил 120 рублей и банковскую карточку. Началось разбирательство. За день до этого он распивал спиртные напитки совместно с местной жительницей 1984 года рождения, которая является нашей подучетной, и она, соответственно, совершила данное преступление. Со слов правоохранителей, женщина призналась, она точно знала, где хозяин хранил свои сбережения. Более того, накануне вместе с потерпевшим снимала деньги с его карты, но в одиночку после кражи не смогла вспомнить пин-код. Женщина задержана. Согласно чести 2 статьи 205 Уголовного кодекса, ей в худшем случае грозит до 4 лет тюрьмы. Или отсутствует, или пьян. Сотрудники РУВД в очередной раз провели рейдовые мероприятия на предприятиях агропромышленного комплекса. На этот раз под проверку попали сторожа. В трех случаях ответственные лица находились в алкогольном опьянении. В деревне Осово во время проверочных мероприятий правоохранители так и не смогли найти на территории предприятия ни одного сторожа. Зашли в помещение, находились там спиртные напитки открытые, соответственно, сторожевой охраны вперед не находилось. Ну, я так понимаю, что решили избежать ответственности в привлечении к административной ответственности, поэтому ушли с места работы. Сотрудники милиции поставили в известность руководителя. Теперь он вправе привлечь своих подчиненных к дисциплинарной ответственности. Пока сторожа должны заплатить штраф – 51 рубль. Рейды правоохранителей продолжатся до декабря. Хотел продать. Жителю Жлобинского района грозит тюрьма. Мужчина украл с одной из ферм Бобруйского района четырех телят. Подробности этого дела далее. Микроавтобус с телятами правоохранители обнаружили в деревне Барановка Жлобинского района, возле одного из дворов. Владелец машины сознался, что это он украл животных. Около трех часов ночи он подъехал к ферме. Ворота открытого загона, где паслись более 20 молодых особей парнокопытных, были скручены проволокой. Ее мужчина раскрутил, вывел животных с территории фермы, погрузил в авто и уехал. Четырех телят общей стоимостью более трех тысяч рублей он планировал продать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит серьезный срок – до трех лет за решеткой. Телята возвращены в хозяйство. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин